Привет, это Томас Исли, директор по планированию эклектичной школы фитотерапии и соавтор современного травяного диспансера. И сегодня я с травами горной розы. И мы собираемся продемонстрировать, как делать травяную фильтрацию. Процеживание – это один из методов приготовления травяных настоек. Другой наиболее распространенный метод – это мацерация, когда вы кладете что-то в банку и заливаете спиртом. И дай им впитаться. Обычно им требуется от 3 до 6 недель замачивания с ежедневным встряхиванием, чтобы все компоненты, содержащиеся в растении, попали в ваш растворитель. В вашу спиртово-водную смесь. Перколяции удобны, потому что они обычно выполняются примерно за 24-48 часов. Они занимают немного мальчик, еще немного. Работой, но они не так сложны, как думают многие люди, так что давай сразу погрузимся в это. Для процеживания тебе понадобится конус для процеживания, и ты можешь заплатить научному стеклодуву кучу денег, чтобы он сделал его для тебя, или ты можешь использовать мальчик. Это винная бутылка, у которой ты отрезал основание. Многие люди используют метод струны и огня, чтобы оторвать дно, и есть стеклорезы. Я обнаружил, что мокрая пила для плитки действительно хорошо работает. Гладкий срез, на который нет никаких шансов получить кромку, которая тебя порежет. Пилу для мокрой плитки ты мог бы купить новую, но вероятно, у тебя есть сосед, который перестроил свой дом и установил плиточный пол. Одолжи ее у кого-нибудь. Сосед, отрежь донышко. Мне нравятся полуторалитровые винные бутылки, потому что туда можно засунуть руку, так что их легче чистить. Как только ты отрежешь основание, другая сторона станет способом контролировать поток, он. Оцените. И многие люди используют вместо винных бутылок бутылки с водой с регулируемой крышкой, и они также контролируют скорость потока. Подправляя эту крышку немного туже или немного ослабляя. Один из моих друзей Дарил. Паттон из Алабамы, сообразил, что можно использовать игольчатый клапан, который можно купить в большинстве хозяйственных магазинов. И я поиграл со множеством различных пробок и нашел пробку из пищевого силикона, которая хорошо работает. Так что мы едем. Использовать это для контроля нашего расхода. Тогда тебе нужен контейнер, чтобы вместить твою настойку, и если тебе нужен какой-то способ удержать это, ты можешь просто взять свой перколяционный конус и установить его прямо в банку. Но тогда тебе придется поднять его вверх. Каждый раз, когда тебе нужно регулировать расход с помощью клапана. Поэтому я рекомендую обзавестись лабораторным стендом. Ты можешь купить его примерно за 30 баксов, и это все равно, что получить дополнительную пару рук, что действительно полезно, когда ты готовим травы. Итак, что мы собираемся сделать сегодня, так это сделать процеживание эхинации узколистной. Все процеживания делаются с сушеными, измельченными в порошок травами, вы не можете процеживать свежие травы. Итак, мы собираемся получить наш порошок. Мы возьмем наш травяной порошок и взвесим его, потому что, в отличие от народного метода, когда вы делаете процеживание, вы будете использовать соотношение веса к объему. Так что это стандарт. Соотношение веса к объему составляет 1 к 5. Это означает, что 1 грамм растительного сырья, высушенного и измельченного в порошок, и предпочтительно просеянного через сито номер 60. 1 грамм на 5 миллилитров любого растворителя, который вы используете. В данном случае он. Мы собираемся сделать смесь воды и спирта с содержанием алкоголя 50%. Таким образом, в полуторалитровой бутылке вина, размером с бутылку вина Magnum, вы можете получить около 100 граммов трав, при этом останется достаточно места для вашего менструма. Значит, мы собираемся взвесить 100 граммов. Молодец. Итак, если бы мы высыпали этот порошок сушеных трав в наш перколяционный конус, как только наша водно-спиртовая комбинация попала бы в него, он бы разбух и не пропускал жидкость. Так что мы нужно предварительно увлажнить наш порошок, и мы делаем это тем же растворителем, который используем, в данном случае, 50%-ным этанолом. Технический способ сделать это, взять ваш порошок, положить его в мерную колбу, сжать и посмотреть, как это сделать. Он сильно вытесняет, и тогда ты будешь предварительно увлажнять примерно 65% своего вытесненного объема. Мы просто будем смотреть на это глазами, потому что мы стремимся к определенной консистенции влажного песка. Итак, мы берем нашу менструальную жидкость, добавляем немного и перемешиваем. И мы просто пытаемся увлажнить наш порошок, чтобы клеточные стенки расширились до максимального размера, и он не набухал, как только мы добавим нашу менструальную жидкость. Так что этот процесс добавления небольшого количества вашей менструальной жидкости, а затем обработки ее и проверки того, что она не набухает. Или что она полностью набухла, но еще не высохла, требует опыта. Я рекомендую в первые несколько раз, когда ты будешь делать процеживание, использовать самую дешевую порошкообразную траву, которую сможешь найти, чтобы если ты все испортишь. Это означало, что ты не просто пытался процеживать. Американский женьшень стоимостью 500 баксов. Используйте что-нибудь, может быть оставшееся у вас или недорогое, и поиграйте с этим процессом. Так что мы получаем довольно хорошую консистенцию. Что вы найдете? Когда ты предварительно увлажняешь свой растительный материал, все будет выглядеть действительно хорошо, а потом ты вернешься минут через 20, и он впитает еще больше воды. Так что тебе придется продолжать добавлять и подправлять в течение первого часа или около того. Убедись, что это правильная консистенция. И как только ты получишь нужную консистенцию, тебе захочется положить что-нибудь сверху. Чтобы предотвратить испарение твоей менструальной жидкости, а затем дай ей посидеть и просто впитаться и увлажниться в течение по крайней мере двух часов. Но обычно ты знаешь два или три часа, и все в порядке. Так что это нужно будет отложить в сторону и убедиться, что оно впитало всю влагу. Я уже предварительно увлажнил еще одну порцию, и это именно та консистенция, которую мы ищем. Это влажный песок, он комкается в пальцах. Но довольно легко разваливается, как только его уронишь. Так что у нас есть наша эхиноцея, которая обладает. Его предварительно увлажнили, он нужной консистенции, теперь мы собираемся упаковать наш конус. Часто бывает, когда ты упаковываешь его и делаешь процеживание или посещаешь занятия. При процеживании они вставляют кофейный фильтр на дно, чтобы удерживать растительный материал. Я делал это таким образом в течение многих лет, а потом, может быть, год назад кто-то сказал, почему бы тебе просто не использовать вместо этого ватные шарики. Что бы ты мог получить? Эти небеленые шарики из органической ваты и просто засуньте их в горловину вашей перколяционной колонки, и это удержит ваш растительный материал на дне. И позволит заполнить некоторое пространство жидкостью. И мы собираемся вставить наш клапан. С этими силиконовыми клапанами ты должен быть уверен, что действительно нажмешь на него. А затем мы откроем наш клапан, потому что по мере прохождения жидкости он будет вытеснять воздух, и если мы сохраним наши... Клапан закрыт, эти пузырьки воздуха поднимутся и нарушат упаковку нашей предварительно увлажненной травы. Так что мы будем открывать его до тех пор, пока все не пройдет. Затем мы просто затянем его и начнем добавлять наш растительный материал. Это делается по третям. Ты собираешься высыпать около трети своего растительного материала прямо в свой перколяционный конус. И как только ты получишь туда примерно треть своего растительного материала, тебе нужно слегка сжать его. Так что мы собираемся утрамбовать его, и то, что мы здесь делаем, это просто следим за тем, чтобы консистенция порошка была равномерной, потому что мы хотим. Даже движение нашей менструальной жидкости через наш растительный материал. Если ты переупакуешь, если будешь давить слишком сильно, то твоя жидкость не сможет пройти через нее. Если ты утрамбуешь слишком рыхло, то твоя пудра, как только ты добавишь менструм, как бы поплывет, а это не очень здорово. Так что для этого нужна практика. Я занимаюсь этим уже много лет, и я все еще время от времени путаю их, я упаковываю их слишком туго. Или я упаковываю их недостаточно плотно, но как только вы освоитесь, довольно легко оставаться последовательным. Так что мы уже упаковали это, у нас есть 100 граммов, и мы собираемся сделать экстракт 1 к 5, так что мы мальчик, я добавлю 500 миллилитры нашего растворителя. Так что если мы просто добавим его прямо сейчас, это нарушит упаковку, и весь растительный материал начнет плавать вокруг. И вы не получите равномерного движения вашего растворителя через ваш растительный материал, так что, мы собираемся взять небеленый кофейный фильтр, вставить его внутрь и просто как бы прижать на месте, чтобы при добавлении растворителя наш порошок не всплывал наверх. Теперь то, что ты ищешь, это равномерное движение твоей менструальной жидкости по твоему растительному материалу. Так что следи за своим уровнем влажности, по мере того, как он опускается и опускается. Он должен двигаться примерно с одинаковой скоростью по всему кругу. Если это не так, то я вроде как упаковал все поровну. Это хорошо выглядит, ты можешь видеть менструацию. Он равномерно проходит через растительный материал, и сейчас это примерно на две трети. Помни, что наш клапан открыт. Теперь, в этот момент, если твой клапан закрыт, весь воздух, который выталкивает жидкость, снова начнет пузыриться, и ты получишь маленькие реки через свой порошок. И ты не получишь равномерного движения своего растворителя. Так что держи клапан открытым до тех пор, пока не начнешь получать растворитель. Капает через твою менструальную жидкость, капает через дно, мы примерно здесь. Одно из преимуществ просачивания заключается в том, что ты двигаешься ненасыщенным. Растворитель здесь наверху, проходит через растительный материал, и извлечение вещества, находящегося внутри растений, работает с помощью компонента или градиента концентрации. Так что ваша менструация вытянет только половину того, что находится внутри клеточных стенок растений. Растения, но поскольку наш менструм ненасыщенный, по мере прохождения он будет тянуть немного больше, чем если бы мы провели стандартную мацерацию. Сейчас нет исследований по этому вопросу, с которыми я знаком, но общее мнение таково, что просачивание, которое можно делать только с сушеными травами. Поэтому есть некоторые недостатки, но просачивание составляет где-то от 10 до 30. На процент мощнее стандартной мацерации. У меня определенно есть растения, на которых я предпочитаю делать стандартную мацерацию, но большинству сушеных трав, которые мы превращаем в настойки. Мне нравится этот процесс процеживания. Итак, мы прошли весь путь через растительный материал. Теперь наши ватные шарики медленно наполняются нашей жидкостью. Вот и первый из них. Так что мы будем готовы, когда он просочится, закрыть наш клапан, как только весь этот воздух будет вытеснен. И, конечно, если несколько капель пройдут, в этом нет ничего страшного, но идея в том, чтобы... Вот и все, наша жидкость на дне, воздух вытесняется, он начинает капать, и мы просто закрываем наш игольчатый клапан. Сейчас, в этот момент. В этот момент мы делаем паузу и оставляем эту менструацию вместе с нашим растительным материалом примерно на 12 часов, и этот процесс называется перевариванием. И как только наш растительный материал был переварен нашим менструмом, это означает, что у растворителя, менструма, который находится в контакте с растительным материалом, было достаточно времени, чтобы вытащить компоненты изнутри клеточной стенки В. Решение. Как только эти 12 часов пройдут, мы просто начнем капать через перкаляцию. Так что давай просто представим, что прошло 12 часов. Мы просто отрегулируем наш клапан так, чтобы у нас была одна капля каждые 3-5 секунд. Итак, медленное равномерное капание примерно по одной капле каждые 3-5 секунд, и это выдерживается на ночь и переваривается. Это займет пару часов, чтобы непрерывно перемещать ненасыщенный растворитель по растению. Материал, а затем, через пару часов, ваша настойка готова. Итак, процеживание. Довольно легко сделать, вам нужно немного взвесить и измерить, чтобы убедиться, что у вас хорошее соотношение веса к объему, 1 к 5, это мальчик, я самый. Обычно используется один из них. Ты можешь делать экстракцию жидкости один к одному с помощью нескольких дополнительных шагов, и как только ты все взвесишь и измеришь, упакуй это на треть. Не забывай держать клапан открытым, пока он не начнет капать, закрой его, дай ему. Посиди 12 часов, а затем открой его снова, чтобы получать по одной капле каждые 3-5 секунд. Готовая настойка будет готова примерно через 24 часа после начала всего этого процесса, и именно так вы делаете настойки на основе перколяции. Субтитры создавал DimaTorzok